Ну что же, всем привет! Наконец-то дождались мы этого момента. Вышло новое обновление. Как вы знаете, это обновление мы ждали около месяца, может быть чуть побольше. В принципе, заранее скажу то, что обновление довольно немаленькое. Много всего добавили. Сейчас мы с вами попробуем это все вместе разобрать и посмотреть. Значит, первым делом добавили глюкнутых питомцев, потом хакерских питомцев, глюкнутую арену, два новых яйца. Кстати, интересный факт. Скорее всего, второе яйцо это будет секретное, если я не ошибаюсь, потому что, насколько я знаю, раньше слот был один пустой, оставшийся. То есть, второго слота там даже вообще не было. Сейчас посмотрим, может быть, все-таки он добавил там сразу второй слот рядом для яиц. Или же это будет у нас секретное яйцо. Также попробуем его найти, если это секретное яйцо. Портал какой-то добавился. Тоже с вами посмотрим. Huge глюкнутый cat. Как я понимаю, это опять донатерское яйцо. Стоит оно там в пределах 800 или 1200 робоксов. В принципе, мы сейчас это с вами посмотрим. Так, добавилась какая-то секретная дверь. Все-таки, скорее всего, это у нас секретное яйцо будет. Не понимаю точно, как это переводится, но вроде бы как тут написано то, что какое-то яйцо добавлено. Ладно, не суть, проехали. Теперь банк можно прокачать до восьмого уровня. В принципе, довольно круто. Получается, там и процент будет больше. То есть, допустим, если вы раньше с 200 миллиардов получали, допустим, миллион гемов, то теперь, скорее всего, будет около полтора. Там сейчас тоже посмотрим. Тут написано то, что открытие яиц, по-моему, стало лучше. Течь ворлд какой-то. Не знаю, как это переводится. Также у нас, получается, закончился зимний ивент. Ну, в принципе, и так времени уже давно. То есть, довольно много прошло. И так же настройки звука, как я понял. И много всего другого. Ладно, значит, давайте начнем с банка. Посмотрим, сколько банк стоит. Восьмой уровень. Сейчас он мне будет немного подлагивать. Это из-за большого количества питомцев, как видите. Так, заходим в настройки. Да, получается, появился восьмой уровень. И чтобы перейти, стоит 125 миллиардов. Ну, слушайте, это очень много. Это прям овер много, я бы сказал. Потому что, кто не дюпл гемы, прокачаться по-любому не сможет. Потому что будет очень сложно. Получается, на тысячу мест станет больше. Игроков также можно 6 человек добавить. Вместимость будет 1 триллион. И проценты на 15, получается, больше стали. Ну, в принципе, не особо большая разница. Не знаю, стоит за это переплачивать или нет. Сами думайте. Так, ну, теперь давайте тпхаемся в наш течь мир. Смотрим новое яйцо, которое добавили. Сразу тпхаемся в течь сушоп. Слушайте, по-моему, если не ошибаюсь, стало по графике красивее. Либо же, мне кажется. Но, по-моему, красивее. Ладно. Да. Как видите, добавилось только одно яйцо. Как я и говорил, всего лишь был один слот под него. Получается, второе яйцо. Это у нас будет секретное яйцо. Не знаю, получится у нас найти это яйцо или нет в этом видеоролике. Но, если сегодня не найдем, то, скорее всего, в следующем видеоролике я уже покажу. Так, значит, тпхаемся в эту локацию. Как видите, получается, две локации добавили. Так, давайте на санки встану. Так, быстрее намного будет. Нифига себе. Вот это да. Как я понял, это какой-то новый портал. Но выглядит, слушайте, довольно круто. Так, покупаем новую локацию. Монета у меня есть, все отлично. А тут получается все то же самое. В принципе, ничего обычного. Сразу идем дальше. А вот здесь уже, кстати, прикольно. Такого еще не было в подсимуляторе. Как видите, локация состоит чисто из сундуков. Не гигантских, но таких средних размеров. Давайте я одену своих питомцев. И сломаем, попробуем один сундук. Так, получается... 30... А нет, 3,5 тысячи у него жизней. Ну, ломать я, как понял, будем довольно долго. Нужны, естественно, сильнее питомцы. Так, а как снять их? Ладно, не снимаются. А если так? Все, снялись. Отлично. Ладно, не суть. Давайте подходим к этому порталу. Нифига себе, он даже двигается. Смотрим, что это за портал. Нифига себе, у меня аж экран дрожит, как видите. Прикольно. Так, и что в итоге? Как тпхнуться? Что сделать? Похоже, ничего нельзя сделать. Как я понял, получается, нужно ждать следующее обновление, когда выйдет новый мир. Ну ладно. Тогда тпхаемся в магазинчик. Сейчас пару яиц купим. Посмотрим, какой силы питомцы. Ой, не сюда тпхнулся. Извиняюсь. Так, чуть повыше. И все-таки, я думаю, самые сильные питомцы у нас будут из секретного яйца. Также сейчас попробуем найти. Не знаю, получится или нет. Сначала пару этих яиц откроем. Ну, по цене, в принципе, более-менее нормально. Так, давайте покупаем. Получается, как я понял. О, нифига себе. Он какое-то описание дополнительное сделал. Значит, как я понял, вот эти вот два питомца на второй строчке, это легендарные. А последний питомец, это у нас мифический. Но, скорее всего, сейчас не повезет, потому что у меня бусты неактивированы. В принципе, да, выпадение стало получше, но не особо. И вот здесь какая-то надпись появилась. А, ну получается, название питомца пишется теперь, какой выпадает. Так, мне выпал золотой, но выпал, потому что у меня куплен геймпасс. На шанс выбить золотого либо радужного питомца. Так, ну все, в принципе, я думаю, на этом хватит. О, нифига себе, радужный сразу выпал. Значит, смотрим, что по статистикам. Получаются вот такие статистики у обычного питомца. У золотого такие и у радужного, естественно, сильней. Так, а отличить я их смогу от старых или нет? Старых у меня, по-моему, нету. Да, к сожалению, у меня и нету, но по-любому они сильней. Будут, но точно, то есть точно на какую силу они сильнее будут, я не знаю. Может быть, в два раза, может быть, в полтора, может быть, вообще в один раз. Так, ладно, значит, давайте попробуем найти эту секретную локацию. Возможно, она находится в начальном мире. Сейчас попробуем найти. По-моему, раньше секретка была вот здесь. Нужно было написать «кнок-кнок». Давайте проверим. Не знаю, правильно пишу или нет, я не помню, как там пишется. Сейчас попробуем. Нет, тогда по-другому. Тоже не работает. Короче, прикиньте, после завершения записи я все-таки смог найти эту секретную локацию. Сейчас я вам ее быстренько покажу. Значит, оказывается, она находится вот в этом мире, в течь мире, и в этом месте. Я не знаю, как я ее не заметил, в принципе, она довольно заметная. Значит, давайте ее быстренько с вами купим. Стоит она, получается, 10 миллиардов течь коинов, либо же 500 тысяч гемов. Но, скорее всего, я думаю, купим ее за течь монеты. Все отлично. Также мне дали 5 слотов под питомцев. Круто. Как я и говорил, получается, у нас добавили в этом секретном яйце хьюч кота, глюкнутого. Сейчас запись немного будет идти еще вперед. Там я только его замечу и вам скажу, но считайте, вы уже заранее знаете то, что появился этот питомец. Как я понял, вот это у нас будет мифик, красный, демон и остальные это леги. Давайте попробуем пару яиц открыть. Стоит, в принципе, довольно дорого. Получается по 3 миллиарда каждое яйцо. Сейчас мы сравним урон ихней с теми питомцами, вот с этими. Но, мне кажется, они в раза 2, я думаю, в 3 точно сильнее должны быть. Так, уже эпик выпал второй раз. Отлично. Ну, все, в принципе, я думаю, хватит. Остальные, я думаю, падать не будут. Давайте сравним характеристики. Ну, слушайте, характеристики очень жестко отличаются. Вот возьмем, получается, вот этого питомца. У него 11 миллиардов. Ну, грубо говоря, округлим. А вот у этого питомца всего лишь 1 миллиард. То есть, в 11 раз вот этот питомец сильнее, чем вот с этого яйца. То есть, все-таки выгоднее копить вот именно на вот это секретное яйцо и открывать его. Также здесь есть шанс на выпадение кьюч-кота глюкнутого. Это очень круто. Надеюсь, он не выпадет. Также ждите скоро открытие этих яиц в большом количестве. Ну, в принципе, переходим к ролику, который дальше будет идти. Также не забывайте про ваш лайк и подписку на канал. Также, в принципе, если хотите, можете оставить комментарий. Обидно. Ну, тогда, скорее всего, все-таки о этом видео не сможем найти. Потому что нужно ждать, пока кто-то найдет. И, естественно, эта информация появится. Так, ну что ж, давайте глянем в донатерский магазин. Получается, вот оно новое яйцо. Донатерское стоит 800 робуксов. И еще одна цена, 2400. Как я понял, это получается, сразу несколько можно купить. Давайте посмотрим. Да, получается, за 2400 можно сразу 3 вот этих яйца купить. Так, давайте посчитаем. Если одно стоит 800, 800 плюс 800 это 1600, плюс 800, 2400. Получается, скидки он никакой не сделал, к сожалению. Но было бы круто, если бы была скидка. Но, получается, цена точно такая же за одно яйцо, если вы купите сразу 3. Печально. Вот такой у нас питомец хьюч добавился. В принципе, довольно прикольный. А вот мы можем увидеть вот этого питомца. Как я понял, этот питомец секретный. И вот этот тоже. Но, к сожалению, пока что я не знаю, где их выбивать. Так, больше вроде бы ничего не добавили. Геймпассы как были, так и остались. Да. Так, стоп. По-моему, убрали эксклюзивных питомцев, если я не ошибаюсь. Ага. То есть, как я понимаю, либо это секретные питомцы, которые находятся в яйце. Либо же это эксклюзивные питомцы. Странно. Но, скорее всего, вот этот эксклюзивный питомец, как я понимаю. А вот эти вот у нас секретные. Ладно, там, в принципе, потом разберёмся. Но, всё-таки эксклюзивных питомцев убрали. Ладно. Так, давайте посмотрим, кстати, сколько этих huge хэтов уже выбили. Просто ради интереса. Так, листаем вниз. И где у нас этот тут питомец? Вот он. Так, почему-то количество не пишется. А, вот он. Две штуки уже выбили. Так, подождите. А вот это? Что за питомец? Что-то чуть-чуть не понимаю. Походу, в секретном яйце будет тоже huge питомец. Потому что не зря же тут два питомца сразу добавили. Получается, в секретном яйце будет huge pet. Но это очень круто. Только, конечно, экономика упадёт. Ну, ладно, в принципе, фиг с ней. И вот получается вот этот донатерский huge. А вот этот, скорее всего, в секретном яйце будет. Ладно. В принципе, открытие я тоже запишу. Будем надеяться, естественно, на то, что он не выпадет. Вроде бы всё показал. То, что хотел. В принципе, на этом буду потихоньку заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи. И пока.